Get Fun на связи! С этого дня полноценно начинается ранний доступ к панамериканским крейсерам, которым суждено стать новыми звездочками соревновательных режимов и отрядного нагиба. Докажу это сразу на разборе Сант Мартина. А от вас попрошу только лишь прожать лайк за актуальный и горячий контент о новинках. Начнем с того, что Мартин это копия Вустера, но при этом с совершенно иными ощущениями в игре. Лучше всего это показывается на живучести, ведь все мы успели привыкнуть к тому, что легкие крейсера танкуют фокус недолго и быстро уходят в порт из-за малого запаса хп, тонкой брони и уязвимой цитадели. Мартин на фоне Вустера тут выглядит еще более уязвимым в порту, так как у него и ПТЗ слабее, и дальняя аура ПВО хуже, из-за чего появляется даже уязвимость от авиации. Тем не менее в тестовой сессии Сант Мартин показал в цифрах танковку в потенциалке выше уровня Монтаны на моем же аккаунте и выхиливал просто космическое количество хп. И все это объясняется наличием расходника дивизиона и возможностью с помощью оперативной подготовки ускорить подготовку расходника на 85%, что позволяет практически подряд прожимать дивизионы, РЛС, ГАП, заградки и корректировщик. Тут в зависимости от того, что вы решите взять с собой в бой. Но на рекордную живучесть влияет именно спам потенциал дивизиона, и от такой регенерации хп уверен, у противника иногда просто терялся дар речи. Впрочем, и сменец, дважды получивший РЛС, тоже, вероятно, слегонца аху... ох, как удивился. И вот на таких штуках, когда вы видите возможность и не боитесь ее реализовать, а противник, не ожидая подвоха, заигрывается, Мартин, как и другие панамериканцы, раздает в рандоме на ура. Но магия заканчивается, как только противник осторожничает. Потому как в вооружении панамериканского Вустера только лишь бронебойные снаряды. При этом, в отличие от Минотавра, им дали только льготные рикошетные углы, без льготного взведения. Потому проблемы с нанесением урона есть буквально с любым противником. Крейсера и линкоры даже в ромб большинство снарядов отбивают. А эсминцы делают это еще и бортом, получая сумасшедшее количество попаданий по себе, практически не получая урон. И эта особенность настолько смешна, что порой случались случаи, когда меня, эсминца танкуя сквозняками, успевали проторпедировать и однажды даже забрали на точке. Согласитесь, для легкого крейсера-охотника за эсминцами с шикарным ДПМ, случай просто нонсенс. С другой стороны, у Мартина есть мечта, РЛ, закрывающий практически полностью радио засвета. Так что эсминцы от этого крейсера не спрячутся. А если вы недооцениваете данную возможность, то прямо сейчас рекомендую пройти в видео по подсказке и посмотреть обзор Брис Бэйн. Корабль, который будет распространяться за уголь, и при этом за счет этой фишки и особых бронебоек, исключительно сильно влияет на ход сражения. Ну а Мартину вместо этого досталась только лишь шикарная баллистика. С одной стороны, это плюс, ведь на любой дистанции можно раздавать урон любой цели. С другой стороны, нужно еще, чтобы эта цель к вам подставилась. Ну а дальше, все дело в ДПМ. И это ведь еще не все. В качестве дополнительного вооружения тут есть еще торпеды, за которые, уверен Вустер, готов пару башен в себя отгрызть. Ведь торпеды идут далеко и могут подстраховать крейсер в случаях, когда противник давит вперед или же припарковывается у острова, а вы можете на него спикировать. Этот альтернативный темп игры сильно расширяет игровые возможности Мартина, из-за чего я не могу сказать, что корабль даже с ограничением артиллерии слаб, и мог бы продемонстрировать это, показав вам этот бой. Где эпично распиливались и корабли, и торпеды спасали мой корабль, но цель данного ролика не заставить вас лезть в тонны дублонов на ранний доступ, на ветку, которую можно будет потом бесплатно прокачать. А познакомить с новинками, и потому тот бой я покажу только бустерам, вместе с дополнительными материалами по обзору, в благодарность за то, что они спонсируют жизнь канала на ютубе. Если хотите стать частью нашей команды, то ссылочка на бустеблог ждет вас в комментариях. Но если такой возможности нет, не переживайте, самое важное про корабль я расскажу словами. Для бустеров просто будет больше доказательств моих слов. Кроме того, в формате этого обзора я тоже покажу очень важный бой, который познакомит нас с другой, теневой особенностью, которые нужно иметь ввиду при знакомстве. А перед этим покажу идеальную прокачку для всей ветки. Ввиду того, что корабли во всей ветке строят тактику размена от хп и маневренного сражения, и при этом не имеют брони, рекомендую уже на первой ступени брать из последних сил, а потом последним перком при прокачке всего билда еще и добрать башни. Но перед этим берем пво на второй ступени, так как пво в базе тут не ультимативное, а хотелось бы. Потом дополнительное хп, маскировка и дополнительная хилка, которые с нашими особенностями кончаются очень быстро. И вот это вот билд прям основа. Потом в качестве приятных улучшалок берем дополнительное пво на четвертой строке, и после этого авику уже будет вполне себе больно подлетать к нам. И отчаянный на третьей ступени, за счет чего мы сможем лучше реализовывать моменты, когда к нам подставляются. Либо, как вариант, можно отказаться от отчаянного и башен, и взять вместо этого пеллинг. С учетом нашего РЛС на хай левле, получится мега имбово, но только для тех случаев, когда вместе с нами будет кто-то ходить в отряде и помогать бить эсминцев. Но вот в соло игре данный перк необязательный, как и у паранства в охоте за эсминцами. Ну а в моддарках стандартный билд для легкого крейсера изменил только в шестом слоте, взяв дальность льбы, без которой урон наносится исключительно некомфортно. Настолько, что до девятого уровня мне даже приходилось отказываться от РЛС в пользу корректировщика. Ну а теперь пошлите посмотрим в бою, на что же способен данный корабль. Но перед этим попрошу вас прожать лайк, вам не сложно и не убудет от вас. А вот мне очень сильно поможет делать быстро подобные обзоры новинок, чтобы знакомить вас с кораблями, как только они появляются в рандоме. И сразу выкладывать этот ролик в общий доступ. Панамериканцы, друзья, это, конечно, что-то с чем-то. Если вам казалось, что вы к этому моменту встречали в игре корабли, которые очень сильно зависят от действий противников, союзников, от всего окружения, от сетапов и прочего-прочего-прочего, то, знаете, вы еще таких кораблей не встречали. По крайней мере, уровень этой зависимости Сент-Мартина даст фору любому кораблю, который уже есть в игре. Вы, конечно, можете попробовать написать в комментариях претендентов на звание самого зависимого. Там посмотрим, может быть, я ошибаюсь и вы подберете куда... ну, вы подберете другой корабль. Но вот мой сейчас игровой опыт говорит о том, что Сент-Мартин это, конечно, нечто. И связано это со многими факторами. В плане живучести бронирования, конечно, ну, понятное дело, что мы зависим... Как любой легкий крейсер, мы зависим от союзников. Нет союзников, нас сметают, будь здоров. Ну, танковать союзниками для легкого крейсера это норма. Но это полбеды. Зависимость тут еще есть нанесения урона. В то самое время, как и многие РЛС крейсера, посвятив себе вот эсминцы Ямагири, Даларна или вот 44-го сейчас около точки, куда, кстати, я иду, смогут соло себе организовать фраг, то Сент-Мартина себе такого позволить не может. Нет-нет-нет. Урон будет копеечный. А именно поэтому вам даже в этом, казалось бы, простом и плевом деле для любого легкого крейсера понадобится помощь и поддержка. И это все создает определенно необычные условия для реализации корабля. Кому-то, может быть, они понравятся сейчас, кому-то нет. Но о чем планирую сделать? Ну, смотрите, я думаю, что вот точка на центре очень важна. ХП дополнительные, они прям будут очень полезны и важны. Поэтому хочу Ямагири... Помочь, забрать. Угу. Ага. Ты без маскировки, что ли? Судя по всему. Ну, смотрите. Семь. Семь попаданий на две тысячи. Семь попаданий на две тысячи. Но это просто топчик. Прям чувствуете, да? Еще семь попаданий на три тысячи. Прям чувствуете? Противник так испугался, что аж... Ну, что ж, прям все. Все, понял, что ему тут нечего ловить. Хотя ладно, кого я обманываю. Конечно, нихера он не испугался. Нанесение урона прям копеечное. Пять тысяч. За два-три таких мощных залпа. На фугасах. Большинство легких крейсеров раздало бы куда более серьезные цифры. А мы максимум, что пугач. Был бы Даларно другим. То есть, Даларно, вот я к тебе претензия. Была бы у тебя маскировочка нормальная, да? И... Желание, собственно говоря, немножечко пострелять. Вот, смотрите, как я ямагири там прокачиваю. Там в подсказочках по-любому найдете. Ссылку на обзор. Так вот, как универсал он работает, будь здоров. Эту Даларну разобрать при поддержке легкого крейсера может еще как. Вопрос только будет ли этим он заниматься, этими мелочами. Ну все, блин. Как-то так. Ну, откровенно говоря, нет, ямагири. С тобой я дальше не пойду ни в какую атаку. Был бы союзник у нас в отряде, там, не знаю, какой-то вот ямагири, с которым мы пошли в бой. Мы бы Даларну забрали и точку бы тоже забрали. Так что давайте поищем другого союзника, от которого мы сможем построить бой. или попробуем подамажить сторону Монтаны. Чувствует он себя максимально расслабленно. Хотя я побоевуюсь Ушаков, откровенно говоря. Но кто знает, может быть... Да, Ушаков, смотрите, ромбом идет. Ничего мы ему не сделаем. С другой стороны, Монтана на нас не смотрит сейчас. И есть чисто теоретически тут возможность разогнать наши супер-возможности. Линкорчик за островом. Ох, это было больно. Ну, 40 секунд, я думаю, я перетерплю. Не вижу острой необходимости траты сейчас супер-своих возможностей. Проще отсветиться. Скинул торпеду по Ушакову. И пропадаю из-за света. Пропадаю из-за света, говорю. Все. Если он сделает залп, вот тогда, тогда, тогда посмотрим, тогда посмотрим. Ага, залп. Залп не сделал. Ну, вот о чем говорил. Просто почему вот это вот важно? Оперативную подготовку иметь на всякий случай этот. На будущем, потому что сейчас мы вот отхилимся. И двухминутный КД можем быстренько себе откинуть. То есть, потому что будет всего лишь перезарядка. 20 секунд, это очень быстро. О, еще один, смотрите. Изменчик, которого мы сами соло, скорее всего, не уничтожим. Но запугаем. Да, да, да. Союзники, поддержите огнем. Монтана. Нам еще раз напомню, что мы легкий крейсер, да? Спасибо ему большое за это. Ох, вот еще одна хилочка пригодится. Ой, мат сейчас, смотрите. Садит, будь здоров как. Давай, стреляй. Мы будем на тебя опять разгонять супер-возможности. Разгон эти, кстати, супер-возможности, это еще капец какой гемор. То есть, вот, пока что я сейчас, по-моему, не демонстрировал еще, как они быстро, вот этот вот набор превосходства спадают. Но вот два залпа мимо. Два залпа умудримся промахнуться. И считайте, все. Придется начинать с нуля. При этом, в отличие от супер-возможностей других суперов, ну, точнее, суперов, которые были в игре. Да, то есть, нам нужно попасть не где-то рядышком с кораблем, чтобы ему в танковку засчиталось, а вот именно, что в сам корабль прям прямое попадание требуется. Все остальное фигня. Так, давайте отсветимся, посмотрим, что там у Монтанета. Хотя, кстати, что там у Монтана? Они сейчас с Ушаковым заторанятся. Хотя зря он, зря он таранится. Не, не таранится. Давай, давай, Ушаков, добивай Монтану. Он пока к тундре, вон. Доковыляем. Вот же где дамажечку будем делать. Тундра на нас не смотрит. Борт поставил. Все ждет. Ну и смотрите, в принципе-то, да, неплохо. По пять тысяч залпа. Это не самый... Ну, не пять тысяч, не всегда по пять тысяч. Но возможность там по пять тысяч раздавать существует, если мы там пристреляемся на строги какие-нибудь. Для легкого крейсера своего перезарядка это даже немножечко суперклассно, да? С другой стороны, с другой стороны. А, кстати, был бы на его месте крейсер, может быть, еще и цитаделями раздали. С другой стороны, стоит иметь в виду, что эта возможность открывается только тогда, когда противник нам эту возможность решает подарить. И если противник говорит, не-не-не, Мишенька, не-не-не, я играю осторожно от носа, то вместо большого количества пробитий вы ловите, вон, непробитий, рикошеты. Вон, в нашем случае, вот, много мы картона встретили, много сквозняков еще тоже ловите. Короче, проблем реализации будь здоров. То есть, катаемся вот так вот в соло-рандоме по карте, и только вот в ожидании лучшего возможности для дамага. Пойду сейчас, кстати, в точку А хочу попробовать, потому что нам... У меня что-то как-то не улыбается перспектива, знаете, потерять центральную точку. Думаю, она такая себе. Будем ее дефить. Ну, кстати, по пути можно вон... Тундрецу раздать. Мы теперь поближе. Угу. О, кстати, тундрец сейчас будет носом к нам идти, судя по всему. Ладно, через настройки, я думаю, попадем. И добьем пять тысяч. Крополя. Крохи. Лишь бы изюма на нас не обратить внимание. О! Привет, изюм. Шикардосик. А вот девять тысяч, я, может, быстро не потанкую. Не-не-не. Добить! Срочно добить! Десять секунд, терпи. Миша, десять секунд. Девять. Восемь. Семь. Дивизион, дивизион. Срочно дивизион. Секунда, последняя. Пошел, пошел контакт. Отсвечивайся. Даже не стиля. Нет, нам нужно отсветиться. Блин, все хилки кончились, пацаны. Проблема. У нас проблема. Клаус, ты охерел, что ли? Блин, он отступает. Смотрите, он отступает. Флоу, и Клаус отступает, говорит. Мне страшно. Страшно. Изюм фуловый тоже. К синей линии. И вот от таких, господа, союзников, мы, собственно говоря, и зависим. А вы что думали? А вы что думали? Легко, что ли? На панамериканца тащить. Ни в коем случае. Опять я вышел, думал, сейчас быстро доберу. А он хилку включил. Ну-ка, выключи хилку. Хилку запили обратно. Давайте добиваем его, добиваем. Есть контакт. Твою мать, привет. Ой, наверное, лучший, друзья, бой для демонстрации сильных и слабых сторон Сент-Мартина и других панамериканцев. Может быть, он не самый результативный, этот бой, но если вам хочется посмотреть именно в цифрах сражения на панамериканцев, то подписывайтесь на бусте. Я после тестовой сессии там все публикую и даю еще текстовую расшифровку, что, зачем, почему и какое мнение у меня сложилось о корабле. Но если вам все это дело не так важно и достаточно короткого разбора, то, смотрите, вот по итогам этого сражения становится очевидно, да, то есть сделать соло мы можем мало. Но если мы будем подлавливать возможности, которые открывает нам командное взаимодействие с обоих сторон, то дамажить можно. Тут и реализация торпед, тут и бронебоек. Был бы легкий крейсер какой-нибудь, а не эсминец, мы бы еще и цитадели, может быть, раздали бы. Короче, всякого разного дамага мы можем делать одно маленькое но. Если речь идет про дуэль, то эсминцы танкуют нас сквозняками, крейсера и линкоры могут нас спокойно носом оттанковать, либо на дистанции. Короче, в соло мы слабы. И это, безусловно, момент, с которым мы вообще ничего сделать не можем. Как бы хорошо бы мы игрой не владели и не представляли, как реализовывать данный корабль. Как реализовывать, в принципе, легкие крейсера. Тем не менее, сказать, что Сент-Мартин плохой и другие пан-американцы, это тоже мусор, шлак, который вообще нафиг не нужен, я не могу. Потому что в игре есть, существует, так или иначе, отрядное взаимодействие. Если у вас есть клан, и вы поигрываете с корешами вечерком, вы, я думаю, меня поймете. И вот такой уровень возможностей саппорта, который открывает Сент-Мартин, он ни на что не похож, и поэтому в любом отряде этому кораблю будут рады. И я более чем уверен, Сент-Мартин будет звездочкой на ближайших ранговых играх. Либо на ранговых возможно, но вот на турнирах стопудово, где будет точно поддержка, и где каждый момент подсвета или агрессии, он будет скооперирован в командном взаимодействии. Ну и на этом, в общем-то, наверное, все. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Ну, а напоследок я напомню, что оно, как и многие другие видео, вышли благодаря бустерам. Так что огромная благодарность всем адмиралам. Константину Пучкову, Паранойку, Алексею Емельянову, Дмитрию Виноградову, Чинчипосу, Костику Ташлыкову, Михаилу Рубцову, Денчику Иванову, а также лейтенантам Слипу, Артему, Нантиксу, Арнольду Шорти, Магмарлину, Гоустрайдеру, Уан Фрозент Эппл, Мартынову Павлу, Хакеру по барабану, Дисхору и Владу Андрюшенко. Ну, а на этом все. Желаю всем хорошего дня. Не болейте, не скучайте. Услышимся в новых видео на ТВ Гетфан. Пока-пока.